Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике характеризуется как крайне напряженная. Вынужден констатировать Минздрав ДНР. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещений театров, концертных залов, развлекательных центров. За последние сутки в республике выявлено больше тысячи случаев заражения COVID-19. Точнее, 1 тысяча пять. Это наибольшие показатели с начала пандемии. Как противостоят опасному вирусу в Харциске – в нашем следующем сюжете. В связи со сложной эпидобстановкой, второй корпус поликлиники Харцисской ЦГБ на время пандемии коронавируса, можно сказать, сменил профиль. Теперь здесь не ведут прием ни травматолог, ни лор-врач, ни окулист, ни другие врачи узких специальностей. Шесть кабинетов второго корпуса ЦГБ выделены для работы терапевтов, принимающих больных с повышенной температурой. Этот корпус, он изолированно расположен, имеет отдельные входы, выходы. В настоящий момент выделено шесть кабинетов для приема врачей в первую смену. В первую смену мы проводим с 8 до 13.00, мы проводим прием первичных температурных больных. С 14 и до последнего больного, иногда это бывает 6 и 7 часов. Такое же количество врачей принимает во вторую смену. С ростом заболеваемости количество врачей, ведущих прием больных с температурой во втором корпусе, было увеличено, но утром здесь все равно собираются довольно длинные очереди. У нас есть приказ по больнице, учитывая сложную эпидообстановку, учитывая все эти моменты, мы привлекли всех врачей, которых могли. С ними были проведены соответствующие занятия с принятием зачетом по диагностике ковида. Все, что можно, мы все резервы мобилизовали. Больному с температурой идти привычным маршрутом сначала в регистратуру поликлиники за медицинской карточкой, а потом к терапевту не то, что не рекомендуется, а запрещено. Информация об этом размещена на дверях поликлиники. Разделить потоки больных и таким образом сократить число заражений вирусными заболеваниями. С этой задачей в Харцизской больнице успешно справились. В больнице разграничены потоки больных, которые приходят с температурой и которые приходят на общий поликлинический прием. Все больные с температурой или с признаками ОРЗ приходят сюда во второй корпус. Прием врачей ведется во втором корпусе, регистратура находится здесь и больному не обязательно брать карточку в регистратуре поликлиники первого корпуса, так как здесь ему заведут отдельную карточку. На данный момент здесь померяют температуру, здесь померяют сатурацию. На данный момент здесь принимают у нас шесть врачей в первую смену, шесть врачей во вторую. В разгар дня на один час работа врачей приостанавливается. Согласно санитарным требованиям, чтобы предупредить распространение вирусов, в здании необходимо регулярно проводить дезобработку. С 12 до часу у нас идет кварцевание и санитарный час, обработка корпуса. Большая просьба ко всем больным. Первичные, кто обращается первично, пожалуйста, приходите с 8 до 12. Повторные больные, которым назначен прием уже повторно второй, третий, четвертый раз, пожалуйста, с часу до шести. Члены семьи и коллеги, с которыми контактировал больной коронавирусом, будучи уже зараженным, должны уйти на самоизоляцию. Мы получаем сведения из санитарной станции и обычно на таких больных, работающих, контактных, которые были в контакте с ковидом, через регистратуру 4-22-53 можно открыть больничный лист, не посещая лечебное учреждение. Он оставляет свой телефон и ему звонит врач, узнает о его самочувствии. Если у него появляются какие-то симптомы, то тогда ему предлагается прийти на прием для проведения обследования. В справочном кабинете поликлиники всегда готовы скоординировать маршрут пациента. По телефону 4-22-53 или короткому 15-55 можно уточнить, в какой корпус, кабинет и в какое время целесообразно обратиться за медицинской помощью. И, надо сказать, звонков с подобными вопросами поступает немало. В пятом корпусе горбольницы на двух верхних этажах на стационарном лечении находятся больные с коронавирусом. В Харцизской красной зоне сегодня свободных мест нет. Но вовсе не потому, что в нашем городе болеют больше других. Штаб Министерства здравоохранения оперативно решает, где разместить очередного пациента. Штаб уже дифференцированно отправляет к нам больным. Освободилось кислородное место, значит, на это кислородное место к нам присылают больному. Только так, по-другому работать никак не получится, иначе будет хаос. Работа должна быть управляемой. Елена Запорожец использовала возможность, чтобы поблагодарить врачей, медсестер и санитарок, работающих сегодня на пределе сил. Люди работают с большой самоотдачей. Я им глубоко, как руководитель, как начмед, я им глубоко признательна, что они понимают ситуацию и готовы работать в госпитальной базе. Сделать прививку от коронавируса и таким образом защитить себя и своих близких. Этот повторяющийся изо дня в день призыв медиков не теряет актуальности. Пожалуйста, пусть все приходят, кто для себя сделал вывод, что нужно вакцинироваться. Вакцинироваться, как вы видите, нужно. Сегодня в распоряжении харцизских медиков имеется российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!